Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 голосом. Такое что, такое хамство, брак шакунку до партнера лечит себя очень быстро и скучно. Откладанием слуховки и неотбиранием телефону через следующие 5 дней. А потом говорю, может пан задзвонить до ней, jakby ничего не стало и уже не вернулась до этого темата. Если бы она снова вернулась до этого темата, то знову жегнамы себя, откладываем слуховку, но уже этим разом не 5 дней и маринуем ее. Только, powiedzmy, 2 недели. Панясо, день добрый, добрый вечер, так? Не начал еще шановать, как начнет, то обетнешь. Докладно. Треба иметь завтра шакунок до себе и никогда не резыгнувать с себе. Докладно. То есть, самое главное, что мы можем страдать, страдать себе, так? Треба, когда мы поднимаем какие-то декзи в своем жизни, так как та моя клиентка, о которой говорила, что там была, ну, то не можно называть проблемами в работе, но это были проблемы с преложенным. Я позже, когда мы проводим эту ситуацию до конца, а, уже вспомнила и начинаем по-просто с нами лицом. то есть, когда мы и не так само, а он ничего с этим не делает, потому что он очень боится. Такий родзай, не знаю, конформизму с поводу собственного творчества. И самое лучшее, самое лучшее, когда мы тратимы себя, потому что все можно потом превратить, все можно потом отбудить. И те, кто изображали себя или не хотели с нами общаться, когда мы пройдем целый этап, они сами звонят, мы сами приходим и будут вспомнить нам о том, что когда-то мы приезжали. Но это просто нужно взять яйца в гарсть и добиться своего, и идти своей дорогой, и не слушать, и не смотреть на никого, и не принимать ее. И иногда лучше тратить даже деньги, так? Часами лучше тратить, чтобы в перспективе отримать много меньше. Так, а даже если бы не звонила, я думаю, что было бы еще лучше для этого пана. Абсолютно, паня Изабелла, абсолютно ма паня раций, я то сама сказала. Я говорю, что теоретически она не звонит. То что пан страти? Ничего пан не страти? Пратил пан релаке с особой, для которой пан ничего не был вар. Потому что когда пан был для нее вартости, она бы так легко не отпустила. Так она бороться бы о эту релаке. А на разе бороться только пан. а она только шука дюр в целом, шука, до чего бы себя прицепить. Очень возможно, что она имеет какие-то там свои, не wiem, королюши, свои какие-то там, как это называется, импринты и так далее, но если так есть, то это ей проблема, так? Она должна шука, что с этим сделать. Не яйники в гарзь, а я в гарзь. Так. Так. Часами нужно по-просто стратить, чтобы позднее изыскать много больше, а важнейшее, чтобы не стратить себя. А так и всегда. Это абсолютно всегда. Когда мы стараемся сменить свою жизнь, начать жить иначе. Когда, например, через большинство жизни бали мы себя, а потом дошли мы до вязки, что либо я изменяю свою жизнь, либо по-просто вздохну, потому что у меня психосоматика и это идет уже очень быстро в одном направлении. И когда мы начинаем просто делать все равно, так как надо было сделать много, много давно тому, то мы начинаем тратить. Нам все начинаем сыпать. что-то, ну, уже мне не будет. И начинаем идти эту свою дорогу. Мы тратимы очень много. Мы начинаем выглядеть как особи арогацкие, в собственных очах, потому что до той поры мы были научены такого схемата, так, что нужно быть выгодным для всех. Это тоже один такой момент, о котором важно тоже себе застанавливать. Я думала, что особенно такое видео, родители делают огромную крифту детству, когда учат его не можно так делать. Что о тебе думают другие? Это один из самых больших проблем, которые выполняют родители. Что это значит? Дот не должен делать ничего плохого, не потому что кто-то о нем подумает о нем. Дот не может делать ничего плохого, потому что этоfest злой, потому что его имя не позволяет ему это сделать. А чтобы дот знали, что это из злых, а что это доброе, что это справедливое, а что это подлые. Дот не надо читать книги от самого первого и разговаривать с ним о этих книжках. Не достаточно сказать детству, что нужно читать книжки. Если он видит, что родитель не читает, то можно говорить по-просто миллион сто тысяч раз детство не начнет читать. А то, я думаю, это очень важно. И, я думаю, такие книжки, такие папировые, не в версии онлайн, они очень лучше, чем... Конечно, если едем где-то, то тяжело есть тяжкие, грубые книжки за собой. Латве есть в версии онлайн. Но в доме, я думаю, что нужно научить детей читать книжки и говорить с детьми о том, что читали. Это очень важно. То есть детство должно не делать злых вещей, не для того, что кто-то злой о нем помыслит, только для того, что он сам о себе помыслит злой. А говорим ему, что нужно делать в жизни так, чтобы инди не говорили о тебе жале, то есть робление крифты детству. Потому что, а, детство будет думать, что инди будут лучше, что инди будут идеальны, то за мной есть что-то не так. Что я должен всегда смотреть на то, что помыслят инди. А то есть дорога до проживания несвоего жизни. А по-за тем, что это означает, что инди думают. Детство нужно научить, потому что на свете, что на свете есть очень много злых людей. И это первое, что детство просто, что нужно научить. Читать книги, понять, что есть доброе, что есть злое, встыдить себя перед собом делать злые вещи. Детство учить еще в веке 4-5-6 лет. Позже уже за поздно. И понять, что есть очень много злых людей. И что не все люди будут интересованы, чтобы это было. Чтобы ты был счастливый, чтобы ты żyл так, как ты хочешь. Я uważаю, что детям нужно научить и просто отрежать ее, что коллеги, которая тебе говорит, что «а вечно, что говорят там две коллеги, так? Ну, то надо поделить такой коллеги, потому в каком цели она говорит? И надо научить детству, что это нормально, есть тоже много хороших людей, но так как говорят, что добрые, враженные, эмпатичные люди, они за их до них нужно дотянуть, потому всегда на гурах в ручках в очи тоже умовины, так? Нас всегда прицеливают взрок дороги самохоты, дороги буты, ладные убранья, свидетства, дипломы, сертификаты, а то в уголе о ничем не свидетель, так? Так само, как диплом есть доводом на то, что этот человек сдал те и там эти экзамены, ничего не свидетель, кто не свидетель, человеку, какой это человек, что это вартосчевый человек, что это подлец, так, так как пан инспектор ветеринарии на границе польско-украинской, он сдал все экзамены, он не инспектором ветеринарии, а он не должен работать не только с людьми, даже за животами, о том, Отчинамся от токсика, так, как пани Татьяна говорила, нужно дать себе полгода totalной пружины информации. Так, но может пани с ним не спотякать, может пани с ним не разговаривать, не входить на его сети поспоточной. Но самое важное, чтобы пани не думала о том. Все, о чем мы думаем, что есть в нашей голове, наша психика трактует, как существует. Если пани не спотяка с имбецилем, с токсиком, если пани не... Ну, не ма контакту, заблоковала го, а если пани о нем мысли и целый час анализует, а что бы было, когда бы я тогда так себя заховала, а что бы было, когда бы я так сделала, а что бы было, когда бы я так отвечала, то пани психика уважает эту релацию заиснеющую и она будет подповидала пани разные решения. Весь задзвонь до него, поразмавяйте, выясните то. И пани будет себе выдавало, что это интуиция, пани подповидают, но это не есть żadная интуиция. Минус в уголе не должен слушать интуиции, потому что минус ваше за интуиции не есть. Поэтому не можно думать, то есть так, то есть тяжкая работа над собой, так, но добрая уверенность есть такая, что это только один раз, первый раз есть наибольший, зато потом достаетесь такую энергию, такого счастья и такого зоуфания до себя, что, по-перше, верьте, что я могу все, я могу работать над собой, догадаться с собой это труднее, и я это сделала, я через год не сделала этого, 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 или не сделала, ну и тогда просто, ну, курче, и сама оцена роста, и сила, и нигде больше уже не переживаем этого пекла, так, потому что, по-перше, уже на километр носом будем зauważать, что это токсик, и как только кто-то в отношениях с нами будет пробовать каких-то таких штучек, так, то мы отрозу поверьем, пока душу не ла, так, и даже не будем там входит в данный, и памятам, так, что нарцы потрафи, потому что на консультации я говорю, но, но он так плакал, нарцы, это люди без сумения, без встыда, без хонору, без хонору это на первом месте, это очень тхурцы, это очень тхурцы, и они потрафи, по-то, чтобы осуществить свой цель, чтобы его офиара вернулась до него, они потрафи, чтобы сделать все, стоять на коленах, плакать, целовать ноги, плакать даже, так, сидит такой конь 50-летний, огромный, грубый, и плакать, так, и ты, если не мастер, жизненный, опытный, это, 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 а потом ты доведешься, что на арте потратил просто чудо добрый вечер кохани, всем так, доброй ночи доброго вечера очень спасибо за теплые слова, пани Доминичку я тоже сяюсь, что мы все вместе вместе в решете поздравим то что, должно быть уценивать, то так просто детство нужно научить чтобы не было сбыть уфное чтобы не брало так как говорится что Москва не верит в зон так что если ты встречаешь на своей дороге человека очень дорослого по 18 а тем более старшего который больше лет который имеет и он нагля выволяет у тебя такие матчины от рухи ты видишь, что он есть такой непорадный он есть такой нессчастливый и ты по-просто хочешь ему помочь и так далее то можешь быть понятным, что это это нарц и этого нужно дети научить что то, что что выгодовало за ним познало тебя так жировало на других на жене на знакомых и так далее и какого-то родило себе без тебя то почему нагля он бы себе не дал ради а может просто кто-то манипулирует так вычувая в тебе ту хэнь помагания то есть очень опасные такие игры пани я тоже чешусь что пани есть так пани Татьяна что сделать что с крайним перфекционизмом уже не мам силы чувствую что зараз осшелел с этим дословно walkа должна полегать на том что пани просто прекратить спрятать перфекционизмом учит себя просто сидеть так как есть неподку и читать книжку и пить каве то нужно делать все на отверт так то есть это 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 очень это может быть нервисе на тренс так когда человек там 15 раз sprawdят или закрят или кран или склада убраня там в какой-то окрещённый способ то есть нервисе на тренс не не то есть я надеюсь не о то пани ходи а перфекционизм так отпускать сделала пани праке и мала пани в праке какие-то задания там и сделала пани в дом не не праке и не 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 пощаща пани целую ночь на то чтобы 20 раз sprawdить эту праку так как пани сделала так как пани 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 Те же ме родицы вмавяли, что ма 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 лечить зе всескими, резыгнувать з чегащи и отдать иному, быть мила, не робить припрости, злашча, что, как единачка, чтобы не была эгоистка. И тараз брак гранец. Абсолютно. Я видя в этом абсолютный абсурд и ксреждение власного децка. Мувением, что они о тебе помыслим. Не помыслим, что хохом. Ни не сказал, что те люди ведут лучше, чем я могу жить. И деце выхованные в этот способ, так, через целое жизни будет отрухово думать, что они иди, они, они са улепси от меня. Они бы так не сделали. То со мной есть что-то не так. А до чего это приводит? Ну, до того, что мы идеализуема других людей и потом сядем, И мы, что вбили нам нож в плечи, а почему мы не могли бы вбить, если мы просили еще о то? Вытрумать этот стан, так же 20% отпустить. Я всегда все проверяю сто раз, даже в склепе. Это у меня больше выглядит на нервис, на тренс. Это тоже ничего страшного, это очень другое, очень выкачивается. Но у каждого у каждого это лучше, то нужно просто с этим что-то делать. Но нужно искать прежде всего средства. И с самым нервисом на тренс можно бороться в этот способ, что вышли мы из дома и не закрепили, не посправили, что выключили железо 20 раз, так? Вышли мы из дома, доходим до пристанка и хочет нам вернуться и проверить, что выключили железо. То тогда мы думаем в этот способ, трудно. Спали себе дом, в таком видении у меня есть лос, буду жить под плотом и не возвращаемся до дома. Всядем до отобуса и идем до работы. Ходи о том, чтобы пережить этот стан дискомфорта, не уехать перед ним, только спорить ему в двор. Прежить этот дискомфорт. Так, стою на пристанке, меня скрэц. Я хочу вернуться и проверить, если загасила светло или еще что-то. Я не вернусь. Трудно, не загасила светло, будет пожар или железо, или железо, или железо. Такое видо, так мне есть в гвоздах записано. Таким нам лос. Трудно. Но тут тоже нужно шукать с трудом этого превосхода, этой нервицы, потому что это только нервицы. То есть здесь, скорее всего, 100% будут проблемы с самооценой. И 100% будут длежать жизни в стесе, панице и ленке. поэтому здесь тоже поможет при этом и НЛП, и хипноза. Такие можно начать даже самому в доме от таких техник разлужняющих. Наградь их себе, даже своим голосом. И такой, что-то в родной медитации, когда их разлужняем. Пани Каролино, спасибо большое. Как я напидаю, то не перемидаю. Ох, треба себя лечить, я мам терапия и таблетки, и часом треба. З терапия медленств в гуле з нервидзом варто вальчить, для того, что, если chodzi о фобия, то, что, если ничего с ним не робим и просто инакции, если мы не... Когда мы говорили о том, что все, что боимся в жизни, нужно сделать, чтобы себе этого не бояться. И тут же так же. Если мы учитываем перед дискомфортом, то он на кроткую мету сейчас мне поможет. Я, например, боюсь выходить из дома, я не выйду из дома. На кроткую мету сегодня я чувствую себя хорошо. Зостаём в доме. Фух, файно, что не могу нигде ехать. Но на душе мету это будет себя насиливало. И на следующий раз я не только буду бояться выйти из дома. На следующий раз я буду бояться остаться в доме. Может быть так. Одна особа может иметь и лэк перед выйти из дома и быть в туме людей, и лэк перед позианием в доме самой. Так? И это будет гораздо меньше. Будут себя пьянцировать те лэки. То есть не нужно как бы себя поддать и уникать этого дискомфорта. Посмотрим дискомфортом просто в очки. И так, я себя боюсь, я сегодня сделаю только один крок за дверь. Робим один крок. Два кроки. Треба делать на тюле, на еле можем, плюс еще на еле нам это справит дискомфорт. Не делать на тюле, чтобы дискомфорт был ограничен с паника и землянием. Но немного дискомфорта должно быть такого напятия. И за каждым разом будем позволять на гораздо больше этих кроков. тюле, как мы можем. Плюс еще немного, чтобы почувствовать такой дискомфорт и его покончить. дякую вопрос. немного еще или какой-то пример поделить. Я не понимаю, как разить с опиними других людей. Просто никак не не разить. То есть их опинии, это их карелухи. В какой способ это относится Пана? Пан Учениваем все, минал месяц, вышли месяц. Ну так, так, то, курче, шкода. Как это было, как это возможно, чтобы пани допустила до того, чтобы не заблокировать его в медиах? Не шкода пани себе. Блокуем безлитосно. Я этой своей клиенте сегодня говорила, что как только они утро встретились с этим нарцем, я говорю, как только он выходит за дверь, еще стояк при дверях, не то будет символичнее. Блокуем его пани в телефоне вскоре. И год, идем на год на отдых. «Витам, пани, таню, тэскнилась, пани, пани, в этом». «Колео, спасибо большое». Я тоже тэскнилась, я просто у меня много этих консультаций, и еще те научи подъемли в Международной Школе Беховиорально-Познавчей. «О, доброе, вешті говорила, не умела запамять это по-польскому». «Так, пани Татьяна, я вам еще что-то. Оггольнее дякую Богу, что в конце пошла до лекарства. Я, леки инопоуразовые и т.д. можно выкончить. «Компульсия», «си леки», «фобия» тоже, «мам терапию беховиорально-познавчую». Ну и доброе. То есть очень хороший нурт, очень скучный. Так. «Добро пани помочь». «Доброго терапеута». «Если что-то не помага, то шукайте одного терапеута». Я разговаривала на ближших днях с клиенткой, которая через 5 лет, 4,5 лет ходила на терапию, которая ей ничего не давала. Я говорю, «По что пани ходила?» «Юж по одним spotканью можно вычуть, чи та osoба нам отвечает, чи терапеута нам отвечает, чи не». А по четырех spotканиях уже по-просто знаем, «чы ходим надалью», «чы есть какая-то динамика позитивная», «чы просто отпускаем». А 4 лет ходить и без żadных этих… Внеков поцелу. Так. «Барзо вартосчевый лайв, поздравим сердец. Бузиачки пани Юлию, дякую за эти слова». Так. И я… Пани Аню, дякую за wsparтие канала. Барзо ми мило, направде, Барзо вам дякую. И кое хотела мне еще сказать. Пани Эддито взаимне. И… 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 Chehir цена заюрно. Мюф», получу cre вас за 16 – 15, 2. Мя웅, Добрый. би мюшкод, то боже на сегодня都 будет все. А вặдку? Зам чтобы него Hawaii увидимся в конце… И в конце можно закончить уже те цехраки». Так. Так, когда она сказала, что я боюсь и делаю это мимо всего. Это действительно супер метода, спасибо за нее очень. Пани Изабелью, спасибо за теплые слова. Когда нужно сделать, то мы делаем и не слушаем этих хвастов в нашей голове, которые нам говорят, что это все и так не получится, я так на самом деле знаю себя. И не могут менять, но я знаю себя, я знаю, что я этого не сделаю, поэтому я еще пчусь с мотиком на ксенжец. То есть все эти голосы, мы на них не реагируем, неча они там котлуются в нашей голове, а мы делаем свои. Не обратно внимание на это тло, хорошо? Это не объективный стан, это проекции, не проекции, которые кто-то нам вложил в голову. Это не наше, что мы так депрессионируем себя, и с нехренцами. Даже если мы глубоко уверены, что нам это не выйдет, что это выйдет каждому, только не нам, то и так делаем то, что мы решили. Не вышло один раз, делаем второй раз. Не вышло второй раз, делаем третий раз. Не вышло третий, делаем четвертый раз. Мы много времени. Мы никому ничего не обманываем. Мы обманываем в себе счастливое жизни. Поэтому я делаю это столько раз, даже я выплечу из своей головы невольника. Даже я перестану задречить себя, либо вонплить в себе, либо стараться всем всем понравить, либо и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо. Когда были цеглы? Я слушала только одну, другую, третью, и потом была прерва. Нет, цеглы... Ну, короче... А что мы утром мамы в уголе? Пятый? Я уже не помню. Я встать не у меня так много консультаций, одна по другой, одна по другой. И, что не выходила из дома, либо выходила, чтобы подъехать, где было лучше положение, не? И я даже не помню, какой день такой дня. Цел час мы считаем, что утром не есть неделя, не? Утром пятый, наверное, или суббота. Это уже, наверное, старость. Так, одним словом, каждый должен прийти в терапию и живем прекрасно. Докладно. И не слушать, не слушать, в уголе не слушать и не примывать до себе никаких негативных вещей. Человек, который говорит злые вещи о нас, есть человеком несчастливым, деликатно говоря. На pewno забуженным в какой-то способ. Так? Не треба ему ничего удовольствовать, но тоже не треба этого брать до себе. Так, утро пятый, так? А, ну, фактически. Таня, что есть шанса, что блог вернули? Фантастически, что его читали. Ну и, ну, вот, сегодня по этой консультации этого пана, для которого те вещи, о которых писали мы и великолепно говорили на блоге, было новостью. Та теория плюсов и минусов, так? Курта Левина. Та теория плюсов и минусов, что мне нужно возвращать этого блога. Только я в этих справах информационных таким, по-просто, таком ногом. Мне нужно искать просто те намеры на фирмы, которая мне это делала. Курта, но если действительно кому-то это нужно, то надо было бы... Я просто ну, перестала, как бы, пилировать это, потому что, ну, я не могу седать и писать. Мне кажется, что это было безусловно, что если уже мне время, то я лучше награду видео, не? Но я вижу, что те теории кому-то продадут. Так что я постараюсь. Я сделаю все, наиле мне позволяю мои здольные информационные, чтобы наш мир сейчас сделал первый раз этого блога. Ну, а мне кажется, что он неиститный. Так. Я не боюсь его социал, чтобы его заблокировать, потому что он видит его новое лицо, что у него происходит. И все равно целый боль. Я должен это сделать, мимо всего. Ну, один раз она переживает боль, но просто будет конец этого боли. Конечно, входит на его лицо, чтобы его заблокировать, мне надея, что она не будет смотреть, как он лайкует, кто он пишет, какие посты вставит. Я надея, что не будет так делать. И один раз сделать и выплють. Заблоковать его и тем. Еще сделала мейли, которое дала. И хотела вам сказать, что все устроило, что все устроило с партнером. И выставила фотографии, где выехали на вакации. А там говорила, что была ситуация, когда парня с партнером скручивала. Я пробовала понять, почему они скручивают. Кто-то manipулирует, или они любят. и оказалось, что они любят. Они любят, потому что может быть так, что люди любят любят, но одно и другие были когда-то дети. и им были какие-то прожили, которые у них какие-то реакции. да? Например, 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 каком пример. Например, я ребенок говорит или это не стакан. Например, сейчас уже не не говорит Детство говорит до мамы какую-то бридную вещь и, скажем, мама плачет из этого поводу и переживает это пару дней, а отец не плачет. И могло бы себе выдавать, что, Боже, что детство тебе говорило, ничего такого тебе не говорило, чтобы себя так принимать. Детство говорит мне о том, что то, на что наша реакция иногда бывает слишком мощная, а людям кажется, что это какой-то блахый какой-то повод, не знаю, почему ты так реагируешь. Детство говорит мне о том, что это было в нашем детстве. Скажем, мы пережили какую-то ситуацию, в которой когда-то кто-то нас задрадил, или мы были детским и потребовали тепла, чтобы кто-то нам сказал, как нас любит. И, скажем, мы сейчас, в дорослом жизни, партнер заховал себя так, что, не хочет, конечно, вытягнул из нас, достал что-то, что нас очень болит, что нас очень глубоко сховано. И наша реакция на его слово есть надмирная. И ему то можно выдавать, Боже, робишь сыглы-видлы, а мы действительно можем так себя расплакать, так себя расклеить. И именно между теми, между тем моим клиентом и ее партнером была такая ситуация. Я поняла, что они себя любят, что никто не любит, но почему они себя отключили и не могли понять, потому что это не они себя отключили, только учили себя их дети, то значит они, как дети, когда один натиснул на болеющий отчиск другим. А потому что это очень глубоко сховано, напишите, кохане, что я хорошо это тлумаю, что я не могу это тлумать, что я не могу это тлумать. Потому что для меня это очень просто, но когда я начинаю пробовать слова, как это вытлумать, мне кажется, что я тлумаю это правым рукой за левым ухом. Другие люди себя любят, но не хотят, что одна человек говорит другую, не привязывая уважения к этому, не понимая о том, что она так рани, что другая женщина страшно рани и она распачивает. И та первая женщина думает, что это не причина, чтобы так ранировать, но это причина, для этой женщины это причина. Потому что никто, кроме нее, не может понять, что она пережила, как малое детство, она сама этого не знает. Она сама себе не знает, почему она так сильно реагирует на это. И, скажем так, в другую сторону, нужно всегда помнить, что очень часто мы оцениваем от своего партнера, если мы женщина, если женщина оценивает от партнера, чтобы он взял на себя функцию ойца или функцию родца. Конечно, что неизвядомы. И, как бы, всегда нужно помнить, что наш партнер, это не наш отец, что, по другой стороне, он так же раненый ребенок, как мы. И это ребенок тоже пережило какие-то травмы. Так, поэтому мы не можем обценить нашего партнера за наших родителей. Так, не можем сподівать себя, что наш партнер будет выполнять функцию нашего родителя. Так, тут уже, наверное, с поводу поздней поры, так, надмотвала, это все. В каждом разе, я дала мейли, где pani написала, что все сделала так, как говорила, мы и так далее, что все догадали, что все догадали, что все догадали, что все догадали. И еще прислала мне zdjęти с вакации. И для меня такие мейли, ну, я даже не умею сказать, ну, в чем жить, ну, я не знаю, с чем это поровнать. Такие огромные, обландные, безграничные счастья. Остатно тоже, а то на Вайберже, когда я достояла видимость, и сделала мне zdjęтие, думаю, что прочитаю это, похвалю себя. Но запомнила, что я записываю, делаю лайв на телефон, а то zdjęтие есть в телефоне, так, что я не похвалю, я на память не помню. Да, тоже там были... Курче, я всегда страшно себя чувствую, когда пишут мне клиенты, с которыми осуществляли мы цель, который закладали, так? Так, что либо люди себя погодили, либо там еще что-то красивое произошло, либо... То есть... Не, не знаю, хочется жить. Я не умею даже сказать, какое-то счастье огромное. Так что, кохане, если что-то случилось, то прошу, делайте себя. Я набираю тогда такие мотивации, что могла бы, не знаю, гуру превраться. Если я хочу жить, то я тогда чувствую себя такая легкая, правда. Так, собираем люди, кто читал, то сейчас легко понимают. Так, точно. А что сделать, чтобы не привести людей с депрессией и т.п. Не отрюцам таких, но часто то с новопознанными людьми, с большим багажом эмоциональным. Как вызначить границы таким людям? Спокойно просто, что не имеем времени не встречать с такими людьми, так? Или, если такая человек хочет, чтобы они свяжутся за свои проблемы, то сказать, слушай, я бы хотела тебе помочь, но не дам рады. Потребует терапевта, который тебе поможет. Если я знаю такого, то полюсаю. Если нет, то можешь в своем закрытии, но я, кстати, не дам рады тебе помочь. То есть, если кто-то плачет, если кто-то взрослый, то действительно нужно прицелить такую особу, успокоить и как-то, не знаю, ну, как-то заховывать себя по-людски, так? Но это не может быть целый час, что если работаем в одном покое, так? И коллега приходит, каждый день мне говорит о своих проблемах, то я их не разрешу, так? То просто сказать, что, слушай, ну, не знам себя на этом. Пропоную тебе, чтобы ты пошукала какого-то фаховца и как-то себе порадила, потому что я тебе в этом ничего не помогу. Не ма, что входит в трюк драматичный. Золотые слова, супер, так. Добрый вечер, только доложила. Как порадить себе с тем, что кто-то меня не хочет? Как порадить себе с тем, что кто-то меня не хочет? Я уже хотела влачать и уже иду спать, потому что у нас есть другая. Но я однако отвечу на это вопрос. Как порадить себе с тем, что кто-то меня не хочет? Прежде всего, чтобы понять, что если кто-то меня не хочет, либо кто-то говорит мне злые вещи, либо кто-то меня обрадает, либо кто-то меня задрадает, а я, мимо того, хочу эту особу и хочу иметь отношения с тем, то я много нехалю. Причем за такой сленг. Треба всегда понять, что не здорово есть хотеть отношения с кем-то, кто не хочет отношения с нами. Что здесь уже было когда-то знижчено, не знижчено, как бы это назвать, то не нормальный стан rzeczy дожить до контакта с кем-то, кто не дожит до контакта с нами. Тем более не здоровый стан rzeczy кочать кого-то, кто не кочет нас. Дети, которые дорастали в полной акцептации и милости родительской, им до головы не прийдет тескнуть или смуться из-за того кого-то, кто не тескнет за ним. Отдыховала по-просто те особи, ну, не памяты какого-то такого. А если так и есть, то треба первое зразуметь, что это не есть милость, хотя вся наша культура и литература нас научила, что им меньше терпимы, им меньше боли, тем меньше милость. нет, это не милость. то, что-то, что-то, разные такие травмы, которые укшелтовали нас в тот способ, что, когда мы встречаем что-то, когда наша психика вылапирует в нашей rzeczyвестности что-то, что было знано от детства, то тогда влаждаются у нас какие-то выправные механизмы, так? Например, мы любим родителей и обращались о их уваге. И когда этой уваги было мало, мы старались еще больше zwrócić на себя увагу. А потому что родителей мы безусловно каждый деток коча безкрытично своих родителей, то у детка почувствие милости до родителя и почувствие браку уваги ломки в целость. И когда в дорослом жизни доросла особа встречает кого-то, кто не пощается ей tyle уваги, либо она хотела, у нее влашает этот механизм. Она начинает тяскать за тем и кажется ей, что она кого-то коха. И она хочет за каждую цену сделать его увагу, сделать его увагу, так и быть с ним, с ним. Так что это такие нейротические механизмы просто из детства. Не разговаривают, или когда нас не любят, или когда мужчина, который нам подобает, не звонит, не хочет с нами встретить, или когда женщина, которая подобает мужчина, тоже не хочет с ним встретить. Когда нас недоценят, когда они несправедливые против нас, когда мы не сделали ничего плохого, а мы несправедливы в оскаржении. Во всех таких ситуациях есть одна очень важная техника. Не знаю, если будет видеть мне, я сейчас не сейчас. когда в студии разъема нас плотки, не важно, какие-либо неприемности встречали нас, тогда мы так встаем в полном взросе, в целый взросе. Так, тут мне ходит. Так же. Встаем, надо встать и выпростоять. Не важно, чтобы выпростоять. Выпростоялись мы стоимы. Правой ремки нужно поднять до гури. Записываем, так? Прошу записать, так. Правой ремкой это техника, которая работает на технице очень эффективно против всех наших врагов. Подносим правой ремки до гури и стоимы выпростоянием. И тогда мыслим о наших неповедениях, травмах, о несправедливом трактовании нас, оплотка за нашими плецами. Тримаем ремки до гуры и говорим ну и хуй с ним. Так, и то можно сказать, что это метафрейминг на метафрейминг. то, что есть скучно, справедливо просто. Доброе мышки. Завтра так делала. Ну и докладно. еще мем паре техник, но может на сегодня оставим. Так, добра. Доброй ночи всем, бузиачки, до зубачения. Мам надежу, jutро и закончимы темат цегел. До зубачения. Пау.